Такой у него голос, такой прям вот... Мама говорит об Александре Братском. Александр же, да? Да. Градский, Градский, Братский. Да. Я уже его в Братский переделала. Царство небесного. Да. Да. Мам, давай, расскажи. Что, как он пел? Нет. Маникюр. Мам, видишь, красавица. Ой, так мне нравится. Тебе так идёт вот эта кофта, мам? Да ты чё? Вообще, она как-то такая яркая. Ну ты чё такая? Конечно, я же на многие годы покупаю, у меня уже гардероб. Да. В общем, писала статью. Не вытаскивала. Писала статью, и там я говорила, вот на ютубе-то не знают, если вдруг кто не прочитает, что Валера маленький, когда был, 10 лет ему было, да? Он начал убегать. Вот. А в Яндекс.Дзен-то знают, что я... Про это мама должна рассказать, они ждут. Поделишься такой информацией? Ой, это был страх. Это 10. Он был меньше. Это год вот так вот мы не могли. Год, полтора года. Это мы вот это... А и закрыли дверь? Вдруг ни с того, ни с сего стал ребёнок исчезать из дома. Уедет мы везде его ищем. Да, они где, где только, ну где можно. Потом, значит, хоп, нам звонят, что ваш ребёнок в Сарлитамаке, это, в приёмнике. А папа-то работал же на УЖД вокзале, ой, в охране в Дёме. Вот. И он сразу туда. В Дёме работал уже там, да? В Дёме он в охране, да. Черезнодорожная охрана была вот этого. Составы сопровождал. Ну и поедет оттуда, забирает. Ну и по всем бабушкам, куда только я не ездила, стою его. Где-то скажут, что лечить. Ни с проста вдруг, Настя, тебе ни с того, ни с сего, что сказал бы, у ребёнка что-то не хватало. Ты же ему задавала вопрос. Валера, зачем ты убегаешь? Помнишь? Ой, ну это да. Я говорю, нет, ни зачем, вот не так. Я говорю, Валера, ну зачем ты убегаешь? Он это ничего не говорил. Только что по туннелю приезжал Эдгар, Горик. Тут у нас, значит, находились. Они уже такие подросточки были, да. Я говорю, это Коля есть на мотоцикле катает, тут везде. А я его просто боялась даже вот куда-то отпустить, чтобы он у меня не перед глазами был. Вот. Я говорю, тебе не хочется, говорю, сынок, что ли с ними? Нет, не хочется. Вот они катаются, ничего не хочется. Раз, вот только поле зрения потеряла, его опять нету. А потом я говорю, что думаю, ну где вот он уходит? Вот он, да. Я уже была там беременная. И Лиза, тише. А нет, еще у нас Алешек маленький был. Я еще... Ах, лайк! Да. И вот теперь он, значит, это... Я говорю, Валера, ну где ты в то время, когда ты вот уходишь, вот, ну, день, ладно, ты туда-сюда, говорю, ходишь. Ну, а где ты ночью-то проводишь? Да. В подъезде на подоконнике сплю, да как? Это было вообще... Я всегда боялась, что он с какой-то компанией свяжется. Где-то что-то, не дай бог, какие-то начнут грабежи, его или куда-то втягивать. Это он такой был, как Анжелика наша, наверное, да? Меньше. 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 Ну, Женечка попал под поезд, когда ему было 8 лет. А ему 9 с чем-то. 10 лет. Ему 9,5 лет было. Вот этот вот. Ну, он же пораньше начал что-то убегать уже, когда ты родилась. Я же уже, это в март был, вот, когда Женя попал под поезд. В декабре ему 10. Да, еще вот почти что год. Нет, 10 ему было. Валера Ромна меня на 10 лет старше. Да, вот что 10 уже. Да. А это же вот, что начато уходить. Что вот это, да? Ой, так сколько это было? Каждый урок, после каждого урок прошел, я бегу туда на время перемены. Урок проходит, я Женечку, значит, с Солёшиком оставляю. Сама бегу туда, в школу. Что вот уже каждый урок. Это было, это не жизнь была. Это сколько по времени он убегал, в общем? В общем, наверное, года 2,5. 2,5? Да. И вот стерилитомак 187 километров от дома, получается. А где еще, где вы еще его находили? Ну, где, вот пока он там не попадется. А больше мы никак не могли его поймать. Он садился на электричку, уезжал, что ли? Да. Да, да, на электричку и все. Потом уже, когда, вот, теперь, значит, когда ты родилась, вот это, потом, значит, уже по лету мне, вот в тот год, когда ты родилась, где-то мне осенью сказала, этот, Антонина Михайловна, вот, что муж сказал. Ну, ладно, сказали, да. Да, сказал, что вот так и так в удельном дуване, да, в удельном дуване, и там живет один, который лечит. Поехали мы туда. Да, это все, ну, в тот момент у меня это как-то вот из головы вот ушло, ты тут маленькая, Алеша не ходит, да? Женечка умер, да. Я такой думаю, блин, ведь вот так и так. Тут вот Женя, что с сестрой-то вот связалась, машин-то еще тогда больно ни у кого и не было. Вот они поехали на электричке, там он нас встретил, мы поехали от Уфы, это вот сколько там километров за Бирск, по Бирскому трассу. Не знаю. В общем, это туда, не знаю, сколько от Уфы еще это мы ехали. Километров сто, наверное. Не знаю, сколько от Уфы. Ну, в общем, приехали мы туда, и там в то время он уже, уже был старенький тот мужчина. Вот. Когда он посмотрел, он сказал, сделано на мужчину, сделано женщиной на мужчину, на рыбу, вот, и он накормлен рыбой. Если бы вот мужчина тот съел эту рыбу, он бы ушел из дома. И мужчина тот дома толком не жил, как выпьет, бродяжничает. Да, имен не говорил, да. Да, да, бродяжничает. И Валера покоя не знает. Ну, вот, когда мы, значит, к нему поездили, сколько дней, он это там, эти, на пищу, да ничего, какие-то делают. Да, ты расскажи, что там у него, как у него у этого мужчины вот зашла. Да, и, в общем, он, да, сказал, вы, говорит, сейчас приедете домой, к вам пойдут все недруги, те, которые что-то плохо к вам желали какие-то там, или разговори даже, да, что вот им, да, что вот им. А дед тот сказал, баба сказала, рано или поздно, баба сказала, говорит, в сердцах, рано или поздно это сбудется. Да, да. Вот. Как вот это, то есть, что, вот, да чтоб тебе там вот это, да чтоб вот это, всегда это, что, мол, сбудется. И вот, приехав домой, ну, поехали, а машины раз нет, взять вот тоже надо на работу, поехали тут в заводе договариваться, чтобы через завод выписать машину и поехать туда. Да, да, от нас это вообще 100 километров получается. От Кудеевки до Уфы 60, еще там 40. Вот 100 километров от нас. И когда обратно домой возвращались, а мы жили, что, в казенном этой квартире, в доме жили, а наша квартира, и напротив квартиры тот мужчина, который вот накормил того, что угостил Валеру. Это же такая рыба, в пачках раньше продавали, да? Я не знаю, не знаю, какую рыбу, но он не уточнял какую, но что накормленный рыбой. А у этого мужчины вся стена, ты говорила, была в иконах, да, когда ты зашла? Да, у которого лечил он, да, у него пяти стенек, и все, кругом одни иконы. Да, и он воду же смотрел, воду смотрел и все рассказывал. Да, и он воду смотрит и рассказывал не только то, что будет, а он рассказывал даже, что наперед, что было, что раньше было. Ты просто забыла, что ли, или? Да, как бы тогда бы ты не верил, что вот наперед-то можно не знать, что нафантазировать, вроде бы, да? Как-то ты еще не доверима. Это же он рассказывает то, что было до этого. Ну и идем мы, значит, там с женщиной, а Коля выпивал и Толи, то он выпивал, что которому это было сделано. Вместе никогда они не выпивали. А тут он, значит, окрикивает, что папа-то... Нет, и он тебе сказал, вы сейчас приедете домой. Да, вы сейчас приедете домой, к вам придет долговязый мужик с грязной шеей с бутылкой водки, от кого ваш этот ребенок все заимел. Ну и все, и вот когда мы пошли за машиной, и насчет машин договариваться с начальником гаража, обратно идем, темно, зима, это мы зимой поехали, где-то январь, месяц был. Я, Коля, кричит вверх, да, но я подошла, я думала, он с мужем женщина, с которой я пошла, а он стоит, что с соседом тоже, и тут те соседи, и те соседи. Думаю, что это такое, ну оба трезвые. Я говорю, куда это вы направились? Да, сейчас вот мы сходим к одному, и все. Я за рукав того мужчину, а у него в рукаве бутылка стоит. Я не знала, как мужа забрать. Ну, в общем, забрала я его все-таки там соседкой-то со своей. Ага, я говорю, только тебе сейчас рассказала. Вот только я тебе сейчас сказала. Ну, и все, мы вот поездили, и все, и больше, вот, три раза мы, наверное, к этому деду ездили. И больше после этого Валера не рад, никогда никуда не ушел. Ну, прошло время, значит, это была зима, лето. Встречаю я, вот они уже переехали из нашего дома. Встречаю этого мужчину, но мы с ним друзья, все хорошие, с молоду были. И я ему сказала, ты, говорит, что думаешь, просто так, что ли, ты вот, как запитал, говорит, ты вот с начальством прямо чуть ли не из одного стакана вы пьете, на дуэсканике сидите, то у тебя все в дребезги разлетается, все, и работу теряешь, и все, все, все. А это друг как бы молодости вашей. Да, молодости нашей, да. То есть мама его знает хорошо, да. Мы общались, в армию провожали мы, и все, и на свадьбе я регистрировала брак, как раз тут, что в этом... Ну, как раз в одной компании, да. И говорю, вот так и так, говорю, ты должен найти, говорю, себе женщину, ну, в общем, лечащего, снимая вот это, вот все, который, чтобы тебе сделали, ну, а он, я знаю, кто это сделал, ты, говорю, не ищи, кто сделал, а ищи, кто снимет. Ну, и в результате он умер. Да, да. Так же вот пил. И уходил, уходил. Уходил, да. Месяц проходит, и снова, вроде бы все опять нормально, 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 опять до следующего, как запьет, опять из дома. И что, когда отрезвый, он в жизни даже с ними не общается, и что он даже и сам не с той серии бомяк вот этих, что как бомжа какой-то был. А это прямо облик бомжа приобретал. Да, 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 да. И семье покоя не давал, и сам себе покоя не дал. Да, да. Вот так вот. Но вот эти вот все три дня к тебе приходили, вот, двери не закрывались, да? Да, 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 да. Кто вот что-то говорил. Кто-то что-то говорил, да, и на протяжении того времени, что ты даже просто в удивлении, что эти люди вообще не приходили, несмотря на то, что даже я вот как парикмахер, в то время было закрыто парикмахерское у нас, что не было, что приходили на дом, что стричься там, чего. И эти не приходили даже вот по этому поводу, чтобы подстричься, не хим. Просто заходили, да? Да. Вот в этот период, и вдруг вот в этот период, ну и потом все, и так эти и не приходили, ведь вот как вот какой-то промежуток времени, и все. Офигеть, да? Ну я не искалась, я никогда, никогда ни на кого какой-то у меня такой характер, никогда никакой злобы нету. Никогда вроде бы были такие вот ситуации, вот моменты, что из-за Алеши-ка я никуда не могла пойти на более оплачиваемую работу, что он не ходил, его не оставишь, был. Тут ты маленькая. И думаю, ну все, пойду на завод, пойду на завод. Ну однажды пошла колымить. Три дня проколымила там, что не бросая свою работу, из-за болей Алеши с Алвиной ветрянкой. В садике я зарабатывала 160 рублей, а тут чуть побольше, 180 заработала. Вот и вся практика у меня, несмотря что там и зарплаты были существенные, я никуда не могла так вот и... Но скотину дерзала, по жизни, а по тебе, голову не суем, упали, встали, отряхнулись и дальше живем. И дальше живем. Никому никогда не завидовала. Если что-то там у сестер было хорошо, лучше, чем у меня, ага, тут муж поддаст, вот там что-то, чего-то недовольство, вот у них так, я говорю, не пей, у нас еще лучше будет. Работай. Главное работай. Не будешь работать, ничего не будет. Да. Да и сейчас уже в поселке никто скотину не удержит, никто ничего не держит. А живут, знаю, прекрасно, что трудно. Ни с хотят не сажать, все купим, 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 купим. Сколько садов за брусом, да. Купить-то ты, когда эта стабильность у тебя, когда цены стабильные, когда у тебя, что тыл надежный, что у тебя есть какие-то на что надеяться, но когда надеяться нечего и когда и в школе уже запросы такие, по жизни запросы уже, ты даже не можешь ориентироваться, что ты вот, ага, вот это ты сейчас купить. Или ты, ой, да ладно, вот потом. А потом получается, что в два раза дороже. Да. Да. И уже сам себе как-то и огород сажаешь, хоть думаешь, пускай те же куры, те же. Да, вот все, а то комментаторы сейчас, ой, вот, насчет веса. Да, ой, вот, похудеть бы, похудеть бы. Ходить больше, ходить. Да вы просто не знаете, сколько мама ходит. У нее ноги отекают, как она ходит. Это вся комплекция от заболевания, а не от того, что ты там сидишь и... Да, жрешь, жрешь, жрешь там. Мама кушает меньше, чем я. Мне кажется, мам, ну действительно, ты чуть-чуть там, чуть-чуть, и все. Да, уже это уже... Да я и знаю, я знаю, что то, что раньше ты ел полным ртом, а теперь не съела, ну и не съела, ну и ладно. Конечно. Уже даже и желаний такого нету, что у... Наша семья вообще малоешка. Вот как бы вот, я же, мы мало едим, брат мало ест. У нас только Алеша больше всех ест. Ну, конечно, он всего два раза в день ест. Тоже малоешка. Ну, конечно, вот утром он позавтракал, потом пойдет погуляет. Так это еще бы сказал, что между ними перекусы какие были у него нет. Вот он позавтракал, и все. Нет, три раза погулял, потом покушал. Нет, он как-то с утра вот посмотрит этот 12-й канал-то, там монастырская кухня. Да, у нас брат монастырская кухня. И он ходит, да, в три часа вот он идет гулять. Ну вот на выходные, конечно, пораньше. Вот вчера вот он ушел где-то пол первого и пришел в пять часов вечера. Вы молодец. И вот этот он утром позавтракал, встал и пришел покушал. Ну, вот к вечеру еще чай, если попил, там, с одним пряничком. Если с печеньками, вот этот крекер, то тоже, ну, одну-две. Вот это все уже завершающее. Там что-нибудь приготовил? Говорю, что ты будешь. Нет, это я завтра буду, я на ночь не ем. Валера тоже. Да, Валера тоже. Он утром, как я, не завтракает, кофе попил. Он после обеда, говорит, мне часа в четыре только поест. Вот, вот. Так он же даже едет на работу, каменщик. На улице, не улице, он утром, и я тоже так же, не завтракаем. Мы кофе попили. Ага, 700-граммовую баночку. Не полную. Не пол? Пол-литровое, у него вот это пол-литровое, там что-нибудь, если какой салат, может еще что-то взять. Вот по лету, если огурцы, там помидоры. Ну, если даже вот этого не захочет, вот кусочек колбаски, вот это взял, ему достаточно. Вот вечером приедет только, когда с работы, вот это вот поел, это вот получается вот что-то, столько-только. Да, так ну от кого вот мы даже, да? Да нет, это все, это уже. И папа, живот у мамы, это, у нее была операция. Да, две операции. Две операции, да. И вот это, гормонные, что с гормонами. Сердечно, как сосудистая недостаточность. Отсюда и отеки, и все на свете. По женской операции. По женской операции. Ну и генной, конечно. Ну и генной, да. Да, генами там, что уже четкие тоже уже, когда женские проблемы кончались, уже стали поправляться. Ты тут уже не перепрыгнешь. И большинство у женщин, которые была стройняшкой, гормональные, начинается сбой. Все. Да, это просто только смешно. Да. От наших женщин, не только от мужчин. Мам, да ладно, женщины, нет, в том-то и дело. Ладно, женщины, это у нас натура такая, да, посмотреть, оценить, да, что-то. Но вот лично я и ты, никогда мы не напишем какое-нибудь говно. Даже если нам что-то не нравится, я не буду писать, мне это не надо. Мужики сидят, мам пишут. Мужики, ну вам-то, ну вам-то что? Хочется спросить, да? Сплетники. Переживают. Наверное, переживают. Переживают, конечно. Переживают, такая женщина пропагает. Но самое главное, с папой сколько лет вы прожили? 40 лет. 40 лет, и он ни разу никогда не сказал то, что у тебя там какой-то лишний вес. Это самое последнее, если мужчина, женившись, и знаешь, что жена рожавшая, что это ведь не то, что она села там, ага, и стала тазами съедать что-то, чего-то, да, и сидит как клушек, вот. Да даже пускай и сидит женщина, и что, ну это же неспроста вот этот вот не собирался. Да, конечно. Это уже сбой какой-то идет. И мужчины не Аполлоны становятся. Ага, прям это, да-да. Я всегда говорю, один раз как-то был податый, что-то он мне заикнулся насчет моей полноты. Заикнулся? Да, да, я ему сказала, прежде чем меня-то осудить, разденься, посмотри на себя, какой ты Аполлон. Да. Где у тебя там, чтобы было чем гордиться? Где твои мускулы, где твои кубики? Прежде чем на женщину что-то, чего-то. Да не говори-ка. Так что... Да, мама приехали, девочкам надо будет курточки зимние посмотреть. Обувь-то есть, гамаш, все так у них есть. Ну, как бы зиме, но уже, думаю, до весны-то Анжелике-то нормально, а Катюша-то уже будет тесновато, растет, как на дрожжях. Катюша, да. Так что надо, да, чтобы девчонки не комплексовали. Конечно, конечно. А я такая бабуля, бабуля-мама. Мама-бабушка, да. Да, чтобы у меня дети не были белыми воронами, как изгоями. Конечно. Современные, на той волне, чтобы плыли. Так вон сколько даже тебе говорят, как у тебя девочки красивые одеты там. Ну, то, что не по моде никак, вот бедные несчастные, сироты, да, мамы нету, вот бабушка воспитывает, папа работает, ну, вот в этом духе, да. А уже идешь и смотришь, как девчонки другие одеваются, как все. Да, так что дальше будет обзор вещей. Да, так что дальше будет обзор вещей.